Друзья, всем большой привет! С вами Сергей Якушкин, хирург-флеболог. Сегодня опять очередной разговор у нас про пациентов с трофическими язвами. На самом деле у пациентов с трофическими язвами возникает достаточно большое количество проблем и сложностей. И одна из этих сложностей – как принять нормально душ. Как полностью помыться и не намочить повязку, не намочить трофические язвы, и чтобы повязка оставалась сухой, если она наложена на несколько дней. На самом деле это достаточно сложное мероприятие, но одна пациентка с трофической язвой нашла прекрасный выход. Вот такой лайфхак она мне предложила, и я с удовольствием с вами делюсь. Это чехлы. Это чехлы на гипс. На самом деле все очень просто. Вот такие вот чехлы с такой вот штуковиной, которая фиксируется с кожей и создает достаточно хороший, скажем так, герметичный переход, и влага не попадает внутрь, когда человек может принимать душ. Вот, спокойно может принимать. Вот этот чехольчик одеваем, если это язва на стопе и нижней третьей голени. Вот, что делать, если язва выше, да, либо повязка наложена выше до колена, или бандаж наложен до колена. Вот, пожалуйста, есть такой чехол. Пожалуйста, смотрите, очень прекрасный выход из положения на самом деле. Вот, также одеваем и герметично создаем переход, и влага не попадает внутрь. И у нас бандаж или повязка остается сухой. Вот такой лайфхак мне предложила распространить для вас моя пациентка, которая уже излечилась, избавилась от трофической язвы и пользовалась этими приспособлениями. А как это работает, на самом деле, я вам предлагаю посмотреть. Как помыть ногу, если язву на ноге? Как принять душ? Для этого есть очень интересный лайфхак. Это гипс, вернее, чехол для гипса. Для людей, у которых гипс, вот, есть такой чехол. В принципе, мы его можем использовать для того, чтобы помыть ногу. Если у нас повязка, допустим, на стопе, мы берем ножку и надеваем чехолчик. И все, здесь у нас создается, то есть прилегает резиночка к коже, и вода туда не поступает. И можно спокойно ныть ногу. Это что касаемо стопы. Если она на голени. Здесь у нас на голени, но она на основе. То есть мы берем еще одну чехол, но уже большой чехол. И здесь также поднимаем. Да, стоп. Поднимаем ножку. И мы можем спокойно помыть ногу. Именно до колена устало, даже до средней тридцать бедра. Если у нас рана или трофическая язва на голени. На стопе, на голени. Ну, можно спокойно помыть и принять душ. Вода туда внутрь не попадает. Вот такой вот лайфхак, который мне посоветовала одна из специальных с трофической язвой. Поэтому спокойно можно уже принять полностью душ. И беспокоиться о том, что вода попадет на повязку. Намочит ее. Вода попадет на трофическую язву. Вот такие вот дела. Так что пользуйтесь. Вот вы увидели, как достаточно просто применять эти чехлы. Так что пользуйтесь, уважаемые мои пациенты. Я думаю, еще одна проблема, еще одна сложность для вас, которая у вас была. Как полностью помыться, как принять душ. Вот. У вас решена. Да, и не забывайте, кто первый раз увидел меня. Если вы столкнулись с проблемами трофический язв, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вон будет в ссылке. Ссылка будет в описании. Вот. Анти-Ультер-Клаб, где мы общаемся, решаем какие-то проблемы у пациентов с трофическими язвами. А также, если вы родственник пациента, либо знакомый с трофической язвой, обязательно рекомендуйте ему этот канал. И там, кстати, будут ссылки на... Ссылки, где можно купить и где можно приобрести данные чехлы. Спасибо, друзья, что вы меня смотрите. Делитесь информацией. Всем пока и всем здоровья.